Не детское хобби. Своими руками создать модель автомобиля, да еще такую, которая на миниатюрной трассе разгонится до 100 км в час. Богдан Бобровник увлекся этим еще в детстве. Теперь сам увлекает мальчишек. Он руководитель кружка. В школах сейчас труды укоротили практически до часа и дети не умеют ни пилить, ни обрабатывать напильником. То есть даже паяльником вплоть до того, что не умеют работать. В школе этого не дают. Сюда не приходят. Они тут и выпиливают, и обрабатывают, и паяют. Это одно. Во-вторых, когда пускают модель на больших скоростях, это и моторика рук, и внимание какое-то, и глаза не так устают. Ну и компьютеры все-таки сейчас все сидят, а так хоть какое-то отвлечение у них есть. Сделать корпус автомобиля после начинить его электроникой и самому научиться управлять конструктором, чтобы быть первым на гоночной трассе. Кстати, на соревнованиях, где встречаются увлеченные автомоделированием со всей республики, кипят нешуточные страсти. Адреналина не меньше, чем на настоящем треке. 14-летний Владислав Косман с первого класса увлечен трассовым автомоделированием. Полученные здесь знания используют в быту. На радость родителям починил электрочайник и микроволновку. Электроника, я люблю электронику. Все электроники, все разные. Не то, что эти компьютеры, то, что ходят, играют разные. Это ни к чему не приводит. А вот это вот заниматься трассовым автомоделизм пригодится. Денис Таровойт ходил на кружок херамики, занимался настольным теннисом и плаванием. А спустя несколько занятий здесь понял, автомоделирование – это то, что он искал. Мне с детства нравились машинки. Я как-то раз задался вопросом, есть ли какой-нибудь кружок, связан с ними. Ну, я узнал, решил записаться. Мальчишки любят машинки. Мужчины предпочитают автомобили. Трассовое автомоделирование – это увлечение вне возраста. Если затягивает, то навсегда.